Уважаемые друзья, коллеги, подписчики, меня зовут Вячеслав Крюков, это фирма Оптозапчасти. Сегодня на данном видео я буду рассказывать про то, как выглядит поршневая для ВЧА ВП-12 и какие заводы используются при подготовке данной поршневой. Мы рассмотрим все возможные варианты, начиная с Евро-2 и заканчивая Евро-5. Все, что представлено на рынке, я все покажу и дам необходимые разъяснения относительно качества, то, что лучше покупать. Сейчас все, внимание на рабочий стол. Итак, вот таким образом у нас сегодня выглядит рабочий стол, на котором я всегда снимаю для вас интересные видео. Поршневая ВП-12. Здесь на данном видео нет вариантов в ящике. И сейчас я буду объяснять, почему я уже отошел от этих вариантов и почему в основном я именно своим клиентам отправляю варианты в отдельных упаковках. То есть это отдельно гильзы, например, на ВП-12 отдельно поршни. Там в зависимости от номера поршня, пальцы поршня. Здесь вот кольца поршневые в упаковке дистрибьютора. Я в любом случае показываю в основном заводские варианты, дистрибьюторские варианты. Здесь вот я выложил просто безымянную упаковку. Показать, что очень много на рынке запчастей от разных складов бывает просто в безымянных упаковках. Нужно ничего бояться. Это абсолютно нормально. То есть я понимаю, что всем хочется, чтобы была красивая упаковка от дистрибьюторов и чай. Но на деле чаще дешевле просто покупать. Вот просто в безымянной упаковке привезли от оптовиков в Китае, которые просто вынули из этих же упаковок, положили вот в эту упаковку. Все, товар по качеству не поменялся. Это такой же завод. Просто, ну, может быть, немножко визуально менее приятно такое привезти на сервис, да, куда-то, чтобы начать ремонт. Но ничего в этом такого нет. Это всего лишь упаковка. Относитесь к этому как просто упаковка. Бывает просто там Криотек упаковка, бывает ВИЧ-чай упаковка, бывает безымянная упаковка. То есть вот, например, тоже ремкомплект. Тоже это как бы неоригинальный ВИЧ-чай. Смотрится визуально неплохо и на самом деле он неплохой. То есть не нужно думать, что если вам подсунули там не в упаковке дистрибьюторы, то сразу качество хуже стало. Те же вкладыши вот даже возьмем для ВП-12. Варианты, какие сейчас бывают на рынке. Знаете, что бывают там Евро-2, Евро-3, номер один вкладыши. Потом на Евро-5 номер вкладыши поменялся, например. Это всего лишь разница в заводе. То есть меняется каталожный номер, меняется не качество, а меняется просто завод. Ну, конечно, заводы бывают разные по качеству. Сейчас просто вот ВИЧ-чай, в частности, на ВП-12 в основном кладет, предлагает МИБу. Вкладыши МИБа как основной вариант для установки в двигатель. Но те же вкладыши, которые раньше были, например, от завода Аньда, вот эта упаковка конкретно, они ничем не хуже. То есть это абсолютно нормальный завод. Не нужно думать, что раз он дешевле, или, например, вот завод Янтай-Дофен, вот тут у меня лежит вот его логотип, это не значит, что эти заводы, они хуже, раз они дешевле. То есть это просто желание дистрибьютора поставить что-то по, скажем так, по-европейски знакомое. То есть, если, например, мало кто знает завод Аньда, да, по вкладышам, то МИБа как-то звучит лучше. Это точно так же, как, например, Бош звучит очень хорошо, да, среди вот ТНВД. То есть это просто желание дистрибьютора побольше напихать туда иностранных таких брендов, которые хорошо узнаваемы. Но это не значит, что если чисто китайские заводы стоят, которые тоже очень хорошие, что это будет плохой вариант. Всегда просто нужно понимать, что эти каталожные номера, это просто разные заводы. Вот сейчас, как раз вот рассматривая эту поршневую на ВП-12, вы сейчас поймете, что дело не вот в этих номерах, которые есть на поршнях. И вот эти номера, они наоборот делают хуже для клиента, в том плане, что клиент начинает бояться, что ему нужно именно под этим номером поставить. Вот я сейчас перехожу к табличке, которая у меня вот здесь была заготовлена. Вот эту же самую табличку, на самом деле, я делал еще год назад, когда снимал видео про поршневые ВП-12. Я тогда рассказывал, что на поршневых ВП-12, вот, например, Евро-2, Евро-3, Евро-4, встречается вот этот поршень 0024. И уже начиная с Евро-4 и Евро-5 попадаются уже в двигателях вот эти поршни 0152. И вот этот вариант 6563, конкретно вот на МАЗах двигателей ВП-12, там вот уже вот этот номер встречается. И вот получилось у нас на рынке по ВП-12 три варианта поршней. 0024, 0152 и 6563. И с этими поршнями возникло некоторое непонимание. То есть некоторые фирмы просто в прайсах красируют, то есть говорят, что это поршни одинаковые. То есть, например, вот таким образом это делают. То есть просто пишут, что вот поршень 0024 равно поршню 0152. И смело под этим вот номером все вот продают любую поршневую, какую хочешь. Вот Huatai, там, Creotec, Vitec, Aleutrade, Mali, там, какие-то еще перепаковщики. Вот здесь я их все выписал. Ну, то есть конкретно под этим поршнем можно найти вот эти варианты поршневых вот на рынке. То есть я их специально прямо вот нашел. Все, какие есть в прайсах. То есть это Autotec, Bohai поршневые, Creotec, Sipr, Huatai, Kingcom, Leotrade. Вот я уже сказал, Malang, ATG, Mali. Ну, вот эти ATG, Mali, это вообще крайне редко встречается. Ну, просто я говорю, что очень-очень-очень много вариантов именно от перепаковщиков вот именно для этого поршня. Здесь же уже, когда вот эти поршни 0.1, 52 и 65, 63, их днем с огнем не сыщешь. На самом деле их очень тяжело найти. Они в основном встречаются только у дилеров в HCI на рынке. И в итоге они не получили такое широкое распространение. В основном их покупают те, у кого у нас стоит этот поршень. То есть вот если в двигателе стоял 0.1, 52, то люди пытаются искать его. Но чаще все-таки делается выбор в пользу более дешевых, которые можно найти на рынке. Вот эти 0.0, 24 поршни покупаются вместо вот этих 0.1, 52 или вот, например, вместо 65, 63. Сейчас я объясню на самом деле, в чем тут разница и почему не нужно так делать, почему нужно покупать именно вот этот поршень 0.1, 52 под вот этим номером. Сейчас все внимание на стол. Я, кстати, крупно не показал поршни. Вот если мы посмотрим на поршни, то визуально, если мы даже со штангенциркулем сейчас начнем здесь что-то вымерять, визуально все будет одинаково на этих поршнях. То есть неважно, с этим номером мы поршни посмотрим, с этим 0.1, 52 или вот с этим 65, 63. Формально никакой разницы нет. Поэтому многие кроссируют вот эти поршни, то есть ставят их в один ряд, что это просто одинаковые поршни. Более того, вот есть двигатель Синатрак D12, в частности. Там тоже вот номера поршня отличаются, да, но они те же самые, как вот этот поршень 0.0, 24 у ВИЧА. То есть формально поршневая на D12 Синатрак, она будет такая же, как на ВИЧА и ВП-12. То есть вы можете и оттуда взять поршневую, если вдруг покупаете у тех, кто возит на Синатрак запчасти. Можете поставить от ВП-12 на Синатрак D12, разницы не будет. Вот именно конкретно вот эти поршни, они полностью идентичны. Объясняю теперь с позиции дистрибьютора ВИЧА, в чем основной момент там получился, почему пришлось сделать вот эти номера поршни. Вот конкретно 0.1.52 на евро 4, евро 5 и вот эти 65.63. На самом деле вот под этим номером, под вот этим номером 0.0.24 на рынке встречаются поршни разных заводов. Это МАЛЕ, это Дзянбинь и это БУХАЙ. То есть в зависимости от того, что нанесено, какой код нанесен вот здесь на поршни, мы можем понять, что за завод. И ВИЧА делает следующее. Он просто пытается разделить обозначения, которые на поршни, чтобы просто было понятно, что вот, например, под этим номером 0.1.52 это всегда будет БУХАЙ. Все, и никакой там МАЛЕ, никакой Дзянбинь не будет под этим номером. Все, они сделали этот номер, ничего не поясняя. Просто вот ввели его с евро 4, начиная, и в программе, в каталоге вот можно найти этот номер, но не поясняется, что это завод БУХАЙ. Для 65.63 та же самая ситуация. Просто взяли и под этим номером ввели Дзянбинь. При этом клиенты, на самом деле, когда в первый раз увидели в каталоге, в машине, в двигателе вот эти поршни, да, когда попали на ремонт, они начали сомневаться. Раз идет новый номер у поршни, значит что-то отличается. Ничего не поясняется нигде. И люди, конечно же, пытаются покупать все-таки под своим номером. И одно время даже вот под вот этими номерами ничего не было на рынке. Конечно, первая мысль это вот просто купить то, что есть. Это 00.24 поршень. Но тут еще суть в чем была. Когда вот этот поршень только появился, он действительно был просто БУХАЙ. Просто БУХАЙ поршень со старым сплавом, как вот здесь попадался на 00.24. Но с 2014 года, когда у БУХАЙ появилась новая технология, новый сплав 135+, он уже называется, с добавлением титана. То есть вот этот плюсик, это как раз и есть добавление титана в алюминиевый сплав поршня. Эти поршни стали значительно лучше по качеству. Они стали более усиленные, выдерживают более высокие температурные нагрузки. То есть если двигатель работает с перегрузом, да, какие-то критические моменты у двигателя наступают, да, то, конечно, этот поршень выдержит любую нагрузку по сравнению с поршнями старого образца, да, который вот под номером 00.24. Но это ничего не пояснялось. В итоге, начиная где-то с 16-го, 17-го годов, на рынок у дистрибьютора конкретного БУХАЙ уже все-таки попадают поршни под этим номером, уже с этим сплавом. То есть я напоминаю, первые поршни под этим номером, они еще были просто со старым сплавом 135. Теперь всегда, вот видите, внутрь заглядываем, вот здесь вот видно 135+, ВП-12-0152. Конкретно вот эти последние цифры поршня каталожного номера, здесь все на внутренней части нанесено, как и код завода. Вон там 1527, это код завода БУХАЙ. Для поршня вот с этим номером, который вот рядышком, 65-63, раньше тоже все было мне лично понятно, но многим клиентам было непонятно. Они все время думали, что это тоже какой-то особенно уникальный поршень. Я, если честно, тоже думал, что это какое-то еще более новое поколение поршней. Все оказалось просто. Это просто был поршень Дзянбинь. То есть это, по сути, качество поршня такое же, как вот здесь для 0024. Потому что здесь конкретно в данном случае, здесь тоже встречался Дзянбинь. То есть, в принципе, если смотреть по технологиям, сплав не менялся у Дзянбинь за это время. То есть, по сути, вот под этим номером вы просто покупаете поршень под номером 0024. Разницы между ними никакой не будет. Но дистрибьютор, понимая это, в последние годы делает хитрый ход. Он просто под этим номером 65-63. Теперь поршень ложит не от Дзянбинь в упаковку, а ложит поршень от завода Бухай. И теперь, по факту, если мы посмотрим на поршень, вот здесь, с внешней стороны, видите, номер 65-63, который должен соответствовать заводу Дзянбинь. Дзянбинь, я вот здесь это указал, это так и было всегда у многих поставщиков, до сих пор на складах вот под этим номером лежит, по факту, завод Дзянбинь внутри. Но теперь что происходит? Теперь код завода Бухай 1527. И внутри смотрим, маркировки все абсолютно те же самые, как у поршня под номером 0152. То есть, видите, 135+, и вот конкретно внутри тоже ВП-12-0152. То есть, это полностью идентичные поршни. Должны были быть разные заводы под этими номерами, но, чтобы дать клиентам лучшее качество, дистрибьютор ВИЧА теперь просто не заморачивается. Он просто убрал завод Дзянбинь из упаковки, где 65-63 номер. И теперь туда кладет то же самое, что в упаковке с номером 0152. То есть, поршни стали абсолютно одинаковые. Формально они все заменяемы, но сплав самый лучший у поршня с номером 0152. И сейчас поршень с номером 65-63, это стало одно и то же. То есть, теперь под этими номерами вы покупаете одно и то же. Но лучше перестраховаться и под этим номером все-таки не искать у поставщиков, а все-таки искать под вот этим номером, где изначально и был Бухай, со сплавом 135+, чтобы не наткнуться на старый вариант от завода Дзянбинь. Потому что до сих пор очень много складов держат под наличие вот эти поршни. И у них там еще завод Дзянбинь. Самый лучший сплав, еще раз повторяю, это Бухай 135+, вот конкретно поршень УВП-12 под этим номером. Соответственно, если у вас вдруг двигатель на Синатрак Д12, еще раз говорю про это, то вам лучше покупать вот уже поршневую вот с этим номером. Это будет самая лучшая поршневая из возможных. Поэтому не заморачивайтесь вы на этих перепаковщиках, которые для поршня 0024. Очень много как раз их представлено на рынке. Все-таки старайтесь найти вот этот вариант. Либо от дистрибьютора в упаковках VH, либо в безымянных упаковках можно найти. Либо можно найти уже у Криотек, кстати, есть новый номер. Это вот конкретно этот CK8006H. То есть с префиксом H это уже будет поршень 0152. Раньше он был без префикса H, это был вот как раз поршень 0024. Просто найти в Криотек тяжелее на рынке, мало где есть. И зачастую поршневая Криотек, она не будет дешевле, чем варианта дистрибьютора. Поэтому просто не заморачивайтесь на перепаковщиках. И напоминаю, очень многие перепаковщики, такие как Huatai, Leo Trade на рынке, которые вам тоже, возможно, очень нравятся эти перепаковщики, они зачастую берут, например, кольца поршневые, действительно оригинальные, вот как в этой упаковке, то есть это будут кольца поршневые, либо АТГ, либо Сипор. И также берут поршень, скорее всего, это будет тот же Bohai со старым сплавом, либо Дзянбинь, либо Мали, перепаковывают. Но гильза, конкретно гильза и палец поршня, идет уже от другого завода, который идет на вторичном рынке, это уже какие-то аналоги. За счет этого, собственно, достигается удешевление поршневое. Поэтому сильно никогда не заморачивайтесь на перепаковщиках. И даже Криотек нужно очень внимательно смотреть, под каким номером покупаете. Сейчас разница есть. Раньше был только вот этот номер, сейчас уже с префиксом H поршневая есть. Поэтому, конечно, если есть возможность, то если вам вдруг нет возможности найти от дистрибьютора, где-то нет возможности купить, то покупайте от Криотек, вот конкретно под вот этим номером. И вот, кстати, полные номера поршневых, увы, и чай, бывают, что тоже на рынке можно найти под этими номерами. Это вот именно вот эти. То есть это где 6 гильз, 6 поршней, 6 колец поршневых на 6 поршней. И пальцы поршня, это вот этот номер будет конкретно. Для поршня 0152 и для поршня 6563 вот этот номер. Но еще раз напоминаю, под этим номером это в основном должен был быть завод Зянбинь, поэтому я даже просто не советую их искать. Сам дистрибьютор уже под этим номером продает Бухай. То есть если вы, в принципе, вдруг видите, что здесь дешевле, и есть вариант, что там все-таки уже лежит Бухай, то тогда, конечно, под этим номером покупайте. Просто чтобы вы понимали, что это различие, оно весьма условное по номерам. Это просто попытка разграничить заводы. Каталожные номера на ВП-12, это только для обозначения разного завода. Все, больше там никакого скрытого подтекста нету. И не нужно волноваться механику, которая будет собирать двигатель, что где-то номер на запчастях не совпадает. У меня все. Я буду и дальше снимать для вас полезные и интересные видео. Не прощаемся. До встречи на новых видео. До встречи на новых видео.